Всем привет! Я сегодня расскажу о некоторых нюансах настройки Linux MX-21. В частности, посмотрите, 11 месяцев назад я сделал видеоролик, который назывался MX-21 SSD Trimming. Так вот, в этом видеоролике я рассказывал и давал команду, как в терминале вводить. Вот, или одна команда, или другая команда. То есть, выбрали, копировали, шли в терминал, вставляли её. Ну, тут вот я сейчас парольчик заведу. И вот она описала, что, значит, столько-то было сделано. Можем даже покрупнее посмотреть, что было сделано. Вот, посмотрите, 39,6 гигабайт было, значит, оттриминговано. И, значит, вот ещё есть такая вот команда, она мне, скажем так, нравится побольше. Она тримингует практически всё. Вот, скопируем. Вставляем сюда. И, значит, началось тримингование, значит, всего. Вот, посмотрите, в загрузочном, в загрузке 348 мегабайт было на разделе SD5 оттриминговано. В домашней папке 113 гигабайт было, значит, оттриминговано на разделе SDA8. И в храневом, значит, разделе ничего там не триминговали. Вот такая вот штука получилась. Так вот, значит, это вот в плане, значит, команд. Теперь, значит, ещё одну такую вот я вам интересную, значит, сучку покажу. Ну, значит, вот поглядите, для чего всё это дело делалось. Потому что, если у вас переполняется корневой, допустим, раздел, вот, допустим, было 100 гигабайт, а 72 переполнено, то явное дело, что, значит, здесь необходим триминг. И этот триминг вот и выполнялся этими командами. Но мало этого, значит, я вам ещё покажу один способ. И выглядит всё это будет вот так. Вот, посмотрите. Я сейчас вот перейду вот сюда. Давайте-ка глянем. Ага. Ой, ой, ой. Вот, запомните вот это вот выражение. Default, discard. Вот его стоит вот так вот скопировать. А вот теперь смотрите, что делаем. Идём. Я пользуюсь файловым менеджером NEMO. Для меня он более удобен. Так сложилось. Я пробовал там и Sunr, и там всякие другие. Но мне вот NEMO нравится больше. Вот я ищу, значит, директорию ETC или ETC. И так, кому нравится. И открываю здесь, как рут от корня. Это вот я сейчас пока уберу. Парольчик заведём. И откроем в корневом режиме всё это дело. И вот теперь посмотрите. Значит, ну я обычно перевожу вид в удобный для себя. Пробегаю вниз. И ищу файлик, не папочку, а файлик FSTAB. Вот он он. Видите, FSTAB. Открываю его. Ну, сейчас я попробую сделать несколько побольше. Так, давайте нажмём CTRL. Ага. Ну, ещё раз нажмём CTRL. Ну, вот достаточно. Вот теперь посмотрите. Вот эту вот фразу, Discard no time, но, но, а тайм я вставил везде. И в корне, и в домашнем там разделе, и на своке. Везде у меня, значит, вот я вставил в это выражение Discard no time. Вот, пожалуйста, смотрите. Всё вот таким вот образом у меня есть. Вот, после этого у меня, значит, что он тут пишет? Сохранить. Всё вот так. Вот я вам покажу. Вот после этого у меня, видите, какие размеры. Показываю сейчас вот на спейсере. 9,3, хотя у меня куча программ есть. Значит, память, как у меня, значит, оперативно используется, и центральный процессор. И это несмотря на то, что я сейчас веду запись и так далее. То есть, вот после таких вот манипуляций у вас практически получится нормальный MX Linux 21, ну, скажем так, работающий как танк. И вот ещё один нюансик я вам хотел показать. Значит, у кого бывают проблемы со звуком, вот посмотрите. С первой кнопкой мышки нажимаете, выбираете звуковой миксер. В звуковом миксере идёт 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 сюда вот устройство вывода. И вот здесь ещё раз нажму хочется показать запись вывода. Ага, вот. Вот, посмотрите. Значит, вот здесь вот у меня написано HDMI DisplayPort 2 PluggedIn. Вот. Вам нужно выставить вот так. Или поискать вот у меня было, значит, открывалось менюшечка. Так, ну-ка, давайте посмотрим на Advanced менюшечка. Нет. Я хочу вот именно здесь. Ах. Ну, короче, вот в этом, в этом менюшке, я, когда я её вот открывал, я у меня появлялся длиннющий список самых различных устройств. И вам, чтобы у вас появился звук, нужно просто выбрать, с какого порта у вас будет воспроизводиться звук. Вот у меня он воспроизводится именно вот с этого порта. значит, легко всё проверяется, потому что, вот посмотрите, ну, вот, допустим, здесь. то есть вот практически настройки звука можете себе брать просто-напросто кликнув по значку со звуком, потому что прежде это было довольно-таки, скажем так, утомительно, и не всегда получалось настроить звук должным образом. Вот. Теперь, значит, вот у меня, пожалуйста, вот открываем броузер, любуем программу, и, пожалуйста, значит, звук у нас есть. Вот две таких вот штучки полезнящики значит, я вам даю значит, и что делаю, значит, вот у меня на кладовочке значит, есть вот кладовочка моя сборки и вот здесь, значит, у меня, значит, ну, даны там контрольные там суммы, снапшоты по числам можете посмотреть, какие коночки я даю, ну, и, пожалуй, что здесь вот я еще подключу вот что. Загрузка файла, рабочий стол, и вот этот файлик я также SSTAT вот он уже загрузился я его если говорить даю то есть вот в моей сборочке пожалуйста видно все значит смотреть очень легко по датам значит вот посмотрите сюда видно снапшот 22-й год ноябрь месяц 21-го числа понятно, да? вот значит здесь 22-й год 11-й месяц вот 21-го числа вот сюда я еще загружу скажем самую последнюю из образ своей как говорится сборки и значит вы можете уже пользоваться самыми последними данными тут они несколько поменяются поменяются вот и если что значит вот можете ориентироваться на FSTUB естественно у вас он будет другой но вы можете взять ну как бы за образец вот эту вот часть пропускать а вот там где я вставлял значит вот эту фразочку дискард новатайм вы ее можете скопировать и вставлять к себе и тогда у вас практически все будет работать нормально вот такими вот двумя маленькими нюансиками по настройке Linux MX 21 я хотел с вами поделиться на этом я с вами прощаюсь желаю вам всего самого самого доброго и до новых встреч с вами до новых отмет снова я с вами это спасибо с вами подогнем с вами с вами